На сегодняшний день в регион бортами МЧС в поисках временного убежища прибыло 437 беженцев с Украины. Большинство – жители Луганской и Донецкой областей. Как складывается ситуация с размещением и как чувствуют себя вынужденные переселенцы, рассказал заместитель руководителя штаба по приему беженцев Андрей Кабанов. В регионе шесть пунктов временного размещения, задействованы всего четыре. Пункты в Юрьевце и Холуи смогут принять еще около сотни человек. Такое складывается впечатление, что все думают, что к нам приезжают исключительно взрослые, крепкие люди, мужчины, женщины. На самом деле из 461 гражданина у нас 186 детей. Взрослых у нас 375 человек, из них 180 женщин, 95 мужчин. Среди них есть и пенсионеры, кстати говоря, то есть они уже в ближайшее время будут получать пенсию. 99 граждан Украины покинули пределы нашего региона. Деньги на билеты были собраны ивановцами в фонд отделения Красного Креста. На содержание взрослого человека регион тратит 352 рубля в день. На ребенка – 407 рублей. За прошедшее время из областного бюджета на беженцев потрачен 1 миллион 100 тысяч. Областной бюджет таких трат не предусматривает, поэтому в пяти муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. Только в этом случае областные деньги могут быть использованы. Правительство области планирует получить компенсацию из федеральной казны. Если сейчас пройдут наши документы по чрезвычайной ситуации, то они должны нам будут выделить эти деньги. Мы пошли по пути Ростовской области, то есть они уже получили по личному распоряжению премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева компенсационные выплаты, причем они у них даже повыше, потому что у них стоимость проживания повыше. Остро стоит вопрос о статусе беженцев. Получить его могут только люди, которые докажут комиссии, что конфликт на Украине угрожает их личной безопасности. 15 заявлений уже отклонено. Те, кто планирует остаться жить в регионе, пишут заявление на предоставление временного убежища. По нему жить в нашей стране переселенцы смогут 12 месяцев. Актуальна проблема с работой. 26 вакансий у нас с предоставлением жилья. Нужно, смотрите, агрономы, бухгалтер, ветеринарный врач, технолог, экономист, конструктор, инженер. К сожалению, у нас таких квалифицированных людей сейчас не прибывает. Все-таки прибывает из шахтерских регионов. А у нас с трудоустройством по таким специальностям весьма-весьма большие проблемы. На сегодняшний день у нас трудоустроено всего два гражданина. Пока непонятно, где будут жить беженцы после 1 сентября, когда в социальные учреждения, например, в общежитие, вернутся их постоянные жители, студенты. До этого момента, рассказывает Андрей Кабанов, вынужденные переселенцы должны определиться, как будет складываться их дальнейшая судьба. По опросам остаться в регионе хотят не более 20% прибывших с Украины. Есть люди, которые реально, на безвозмездной основе взяли беженцев в свои семьи. По крайней мере, мне известно о том, что 6 беженцев с первого самолета проживают у сотрудников МЧС. Такого количества беженцев регион не видел со времен Великой Отечественной войны, рассказывает Андрей Кабанов. Главная задача области на настоящий момент – помочь вынужденным переселенцам адаптироваться в регионе, предоставить места для детей в школах и детских садах, обеспечить будущих жителей региона жильем и работой. В эти выходные маленьких беженцев отвезут на бесплатное представление в Ивановский цирк.